Как вычислить коэффициент счастья? Какой человек счастливее? Тот, который берет себе, или тот, кто отдает другому? Мы решили проверить в эксперименте. Эти 10 человек сейчас заполняют анкеты на уровень удовлетворенности жизнью. По сути, коэффициент счастья. Теперь мы дадим испытуемым деньги и поделим их на две группы. У первой группы будет задание купить что-то для себя. У второй – купить подарок для другого человека. Данил, насколько деньги делают тебя счастливым? Достаточно хорошо деньги делают меня счастливым, но для меня это важно. Точно для меня это очень важно. Если нет денег, у меня нет настроения, ко мне не подходить. Но для того, чтобы настроение всегда было, я очень много работаю. Данил воспитывался в многодетной семье. Он привык делиться, уступать и радовать других. Покупка для себя должна его порадовать. Если бы не это условие потратить на себя сейчас, я бы, допустим, купил бы что-то для своих младших сестер и братьев. Вот чтобы сейчас стать счастливым, я говорю, мне не хватает кофе. Если сейчас я не могу, здесь нет кофе. А здесь есть кофе? Должно быть. Отлично, пойдемте за кофе. В общем, мы купили очень классную кофемашину. Я буду теперь каждое утро просыпаться и знать, что у меня есть кофе в любое время. Данил, покажи еще раз, как ты счастлив. Пять, шесть, семь. Другая наша испытуемая, Людмила, тоже привыкла жить для других. Сначала дети были маленькие, теперь пошли внуки. Что выберет для себя человек, привыкший ходить в магазины, чтобы радовать других? Какие красивые тарелки. Мне кажется, у меня будет аппетит кушать из этих тарелок. О, салатики. Отлично, отлично. О, представьте, как мы украсим тарелочку. Слушай, вот это меня больше всего радует. Отлично. Есть такая примета, приходит один подарок, на него приходит больше. Когда я сегодня заходила в магазин, в этот, да, я встретила племянницу, и она мне подарила маленький подарочек, сувенирчик. Представляете, теперь я встретила вас, вы мне еще больше. Я думаю, что я такая же сейчас счастливая, воодушевленная вот этим вот всем. Выйду, и у меня будет еще больше подарок. Пойду дальше. В чеках, испытуемых из первой группы, фигурировали сувениры, сладости, косметика и даже набор инструментов. То, что их порадовало. И, возможно, подняло на пару пунктов уровень счастья. Посмотрим, что получится у второй группы, участники которой должны покупать вещи не для себя, а для другого человека. Ну, когда ты тратишь на себя, то есть ты делаешь приятно себе, а когда ты тратишь на другого, то есть ты получаешь удовольствие, когда ты выбираешь подарок, когда ты его покупаешь, когда ты его даришь и получаешь эмоции в ответ чужие. И это прям такое... И ты укрепляешь ваши взаимоотношения. Это прям такое большее вложение, чем в себя. Носочки-то круто. Я бы такие все своим друзьям купила, потому что скоро зима. Я просто считаю, что книга – это самый лучший подарок, поэтому если я увижу такую книгу, которая понравится, то Макс Фрай. После недолгих метаний Вероника решает порадовать свою маму. В общем, я пока сюда шла, у меня появилась мысль. Нужно будет глянуть постельное белье, но пока я увидела очень хорошую маску для лица. Ника, представь себе, как ты их даришь маме и лукану это будет. Она будет очень довольна. Потому что она только недавно жаловалась, что она купила новые простыни. И тут говорит, что мало взяла. Я думаю, что она будет очень довольна. Другой испытуемый из второй группы Вячеслав решает сделать приятное случайному человеку. Но те, к кому он подходит, отказываются от подарков незнакомца. Кажется, человек, готовый принять подарок Вячеслава, нашелся. Девушка с осторожностью, но соглашается. И делает их счастливыми. Давайте я вам куплю. На тысячу рублей. Давайте, берите. Ну вот, козий сыр. Девушки, когда им даришь цветы, по-моему, готовы на все. Вот дальше, мне к тебе цветочки. Спасибо большое. За твою улыбку, за твои глаза. Очень стоякно. За твое такое прекрасное устроение. Что ты так вообще настроена на позитив и на общение всегда. Я хочу вам подарить вот эти цветы. Чисто для вашего хорошего настроения. Именно потому что... Спасибо. Да. И пожелать вам доброго дня. Что вы хотите. Я вам хочу подарить 10 цветов. Спасибо. А за что? За ваши красивые глаза. И за вашу улыбку. Вы часто так улыбаетесь людям? Всегда. Всегда? Пожмите, пожалуйста, эти цветы. Вячеслав вошел во вкус. Мы снова замеряем уровень счастья наших испытуемых с помощью теста. Оказывается, что 7 из 10 человек после выхода из магазина стали счастливее. А самыми счастливыми можно назвать тех пятерых, кто делал покупки для других, а не для себя. В их группе коэффициент счастья оказался всего на один пункт, но выше. У вас проблемы в личной жизни? Не понимаете своего ребенка? Коллеги нарушают ваше личное пространство? Вы чего-то боитесь? А может быть комплексуете? Вы срываетесь на своих близких? Оставляйте свои комментарии, мы обязательно с вами свяжемся. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчики. Субтитры сделал DimaTorzok